Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом куриней соус с картошками очень вкусный еще с овощами я хочу вам сказать, что для этого нам нужно нам нужно куриней мяса где-то килограмм у меня, а может чуть-чуть больше или стегно можно взять или четвертинка это очень вкусно получается с сухой мясой как-то филе невкусно получается поэтому я всегда беру или ножки или вот такие костливые частенькие мясо с костями короче что нам нужно? мне нужна морковка здесь у меня один маленький морковка я уже нарезала зелень свежая нужна соль, перчик по вкусу здесь у меня базилик двух видов темненький и зелененький я перемешала базилик всегда вкусно когда добавляешь любой суп или соус что еще нам нужно? нам нужно две помидорчики вот такие крупные у меня помидоры розовые подходит любой помидор две головки лука и большие крупные картошки пять штук еще у меня перчик я всегда добавляю когда лето он очень вкусно получается у меня две острые перчики здесь и один болгарский но перчик я скажу когда буду добавлять так что я все буду сейчас нарезать и я вам покажу как все это сделаю это очень вкусно получается все овощи я уже нарезала вот помидор дольками вот здесь у меня две помидоры картошечки кубики вот такие не крупные не мелкие вот средние лук полю кольцами вот здесь у меня два луковица зелень тоже я уже порубила я забыла вам сказать друзья здесь три вида зелени киндзя укроп и петрушка а то я наверное сначала забыла сказать я люблю это самые мои любимые зелени вот эти три вида и перчики перчики вот такие соломочки длинные ну это перчики я буду в конце добавлять я вам скажу когда буду добавлять а вот горький перчик вот такой целиком я буду добавлять так что сейчас я принесу кастрюльку и будем собирать нашу вкусняшку слоями и покажу вам начинаем выкладывать по слоям кастрюлечку уже овощи первый слой у нас будет помидоры первый слой помидор а потом будем лук добавлять ну пока хватит а потом лук чуть-чуть я открываю вот посмотрите вот хорошо теперь будем выкладывать мясо все мясо сразу внизу а картошка будет вверху вот теперь опять помидоры я летом никогда не сделаю томатной пастой я всегда сделаю свежие помидоры и супчики и соусы вот хватит опять лук будем добавлять морковку будем добавлять соломками я нарезала я вам сказала будем добавлять соль перчик по вкусу сначала чуть-чуть потом когда будет кипеть будем пробовать если не хватает соли будем еще добавлять душистый перец и красный перец красный и душистый да перец морковку будем добавлять вот уже смотрите сухой зелень базилик именно базилик очень хорошо подходит к этому блюду базилик чуть-чуть свежей зелени свежей зелени я буду в конце добавлять много сейчас чуть-чуть для аромата для вкуса теперь выкладываем наши картошечки картошечки вверху возьму сразу мясо внизу как вы заметили а вверху картошечку выкладываем вот все теперь опять помидорчик вверху вы не представляете как это вкусно а когда она начинает кипеть ой весь дом возьмет этот аромат вкусный вот помидор сок даже вот посмотрите вверху сок чтобы ничего не пропало чтобы было вкуснее вверху опять лук к этому блюду очень хорошо подходит лук много это тоже все теперь выкладываем остальные морковки здесь у меня один морковка маленький ну вот такие слишком маленькие вверху опять сухой базилик соль перец по вкусу сейчас у меня руки как-то стали черненькие после этого сухого зелена соль перец опять чуть-чуть вот так много красный перец здесь у меня перчик вот этот скажи сладкий паприка опять душистый перчик и зелень вверху чуть-чуть опять это мой собственный рецепт друзья я всегда так готовлю певать люди которые лук прямо жарят на сковородке а потом добавляют ну так еще вкуснее тушеный лук вот все теперь будем добавлять растительное масло чуть-чуть я не помню вам сказала или нет но чуть-чуть вверху потому что мясо у нас жирное я снимала кожицу я не люблю кожу но жир осталось там внутри если вы заметили у меня мясо вот чуть-чуть где-то 50 мг все друзья а перчик я сразу не добавляю как вы заметили я люблю когда перчик внутри хрустит поэтому я добавляю чуть-чуть позже я вам потом сниму и расскажу когда надо добавлять еще буду добавлять остальные зелени видите я сразу все не добавляла это конце чтобы было вкуснее все сейчас скажу сколько водички здесь можно наливать теперь добавляем водичку я скажу сколько надо водички добавлять сейчас наливаю пока что вот посмотрите стаканчик один это 200 мг у меня стаканчик и второе будем добавлять я не люблю много жидкое а овощи буду давать свой собственный сок я смотрю вот так сделайте посмотрите 200 давайте еще половинку вот посмотрите еще половина где-то пол литра да и закрываем крышку ставим на огонь по конце я покажу когда буду добавлять перчик уже горький и сладкий все уже ставим на огонь еще раз я покажу закрываю крышку здесь больше ничего не надо куречка будет давать свой собственный жир сок аромат а когда будет кипеть после кипения 25-30 минут хватит блюдо будет готово так что друзья я вам в конце покажу что у меня получается друзья уже начал кипеть вот покажу вот видите уже надо уменьшать чуть-чуть огонь ой как пахнет посмотрите сколько уже сок пускало видите вода уже видно все спустили свой собственный сок вот через 25-30 минут будем проверять вилкой картошкой если декаем картошки если картошка будет уже готова будем выключать ну пока пускай кипит я уменьшаю огонь друзья уже прошел 20 минут ровно после кипения теперь будем добавлять перчики острый перец вот так я целиком чтобы не было острое наш соус потому что еще и дети будут кушать это мы с мужем даже не видите не нарезала ничего а потом добавляю я перчики болгарские сладкие можно не добавлять острый перец кто любит добавляйте опять посмотрите по вашему вкусу если дома есть дети обязательно вот так целиком она никогда не будет горка вот все или вот это утонула вот здесь водички теперь будем пробовать соль нормально или будем еще добавлять вот так попробую надо еще добавлять еще чуть-чуть а потом кто хочет пускай свои тарелки добавлять я не люблю когда слишком соленая соль должна все по меру все добавляем остальные зелени у меня которые остались еще 5 минут и все будем выключать пускай еще кипит 5 минут вы не представляете друзья как вкусно пахнет это все закрываем крышку даже может меньше 5 минут 3 минут наверное я думаю хватит все закрываем крышечку и ждем пока чуть-чуть мягче становится перчик но не так мягче чтобы она хрустила я люблю когда она хрустяшая прошел опять 5 минут проверяем еще вот хорошо перчики должно быть полуготовности не такой мягкий сейчас я посмотрю о отлично а то я не люблю когда перчики мягкие проверим картошечку еще раз о отлично все закрываем крышечку выключаем огонь уже все ровно 25 минут друзья уже готова пускай так стоит еще 5 минут а потом я выложу тарелочку и вам покажу чтобы перец дали свой вкус и зелень в конце 5 минут должно так стоять друзья вот уже я выложила вот такой вкус менять у меня посмотрите здесь мясо картошечка с овощами теперь я хочу пробовать очень вкусно вы не представляете какие-то все вкусно еще возьму чуть-чуть мяса вот посмотрите как хорошо варилась мясо белое вкуснее тебя прямо хочешь попробовать дочка у меня рядом стоит дегустатор у меня ну скажи свое мнение вкусно ну что рекомендуешь всех да всех мамочка посмотрите теперь сколько сока еще в кастрюле кто любит горяченького как первое блюдо можно вот этот бульон с мясом с картошкой с овощами покушать очень вкусно очень ну что дать еще мясо добавить давай еще мясо я дам наши дети просто обожают очень вкусно друзья вы не представляете они острые потому что я не нарезала вот целиком а когда сейчас я буду пробовать острый перец для нас будет уже хорошо очень мы взрослые кушаем остренькое а дети кушают болгарский перец вот посмотрите перец тоже хрустит я не люблю когда она слишком вареная вот так друзья кому понравилось вы знаете что надо делать ставьте лайк оценитесь да ну подписывайтесь на мой канал и обязательно поделитесь с друзьями потому что это очень вкусное блюдо мои дети очень любят надеюсь ваши тоже будут любить это блюдо когда вы будете готовить да доча да все друзья всем пока пока всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч